Мы сегодня будем говорить с Ольгой Романовой, основательницей фонда «Русь сидящая», и, конечно, интересно, чем же это все может закончиться? Будут ли преследователи, смотря на заверения об амнистии вагнеровцев, что станет самим основателем Чавака Вагнера Пригожиным? Какие у тебя ощущения от всего этого дня, Оль? У меня такое ощущение, что мы находимся в известной пьесе Григория Горина. Сначала планировались аресты, потом празднества, потом решили совместить. Примерно так. То, что Пригожин был, и, я думаю, остается, на волоске от гибели, от покушения, это факт. И, я думаю, что, собственно, сегодняшнее его выступление, ну, то есть вчерашнее, оно началось все-таки накануне, в пятницу вечером. А все говорят, евреи, евреи, в шаббат он начал, тоже мне. Вот вам, пожалуйста, опровержение. Так вот, да, то, что началось в шаббат вечером, в пятницу, это было все продумано. Это не, абсолютно не нервы сдали. Это был единственный выход тогда, когда он, безусловно, понял, что за ним сейчас придут либо арестовывать, а, скорее всего, убивать. Потому что арестованным, на самом деле, никому не нужен. Вообще никому. Он очень много знает, очень много болтает. И это не нужно, чтобы он болтал ни в суде, ни с адвокатом, ни с прокурором, ни с сокамерниками. И, конечно, он это тоже очень понимает, был человеком крайне циничным, очень умным и уж отпетом, и хорошо знающим. Очень хорошо знающим и верхушку власти, и основу поведения уголовного мира, собственно, которому он принадлежит, впрочем, правда, как и Путин. Поэтому он все прекрасно понимал. И в книжке Путина есть такая запоминающаяся сцена, как он загнал в угол крысу. И он нам рассказывает Путин, что не надо так делать, потому что загнан в угол крыса, она может кинуться и, в общем, серьезно не давать по щам. Что, собственно, и случилось. Дядя Вова, видимо, уже погружает по Вальсгеймеру, забыл свое собственное учение про крысу и попал вот ровно в нее. И сегодня, конечно, утром он выглядел довольно жалко. С этим своим 17-м годом вспоминаются бессмертные стихи, я не помню, автора. И, извините, пожалуйста, за нервативную лексику, не могу не вспомнить. Посланный нахуй, иду по дороге и думаю, ебаный в рот, по этой дороге в борьбе и тревоге шел 18-й год. Вот примерно так он сегодня выглядел. Жалко. Выглядел он жалко. И это был совсем другой Путин, не обрицающий оружие, не сдвигающий бровями, не сыпящий цифрами. И было понятно, что он, в общем, не очень понимает, что делать. А самое главное, а кто остановит Пригожина? Собственно, кто? Если все войска на фронте, он кого выставит? Он выставит Росгвардию. Росгвардия привыкла сражаться со студентами и пенсионерами, выходящими против новой войны, за Навального, против Путина и так далее. Он выставит кого? Полицейских? Так полицейских этих зыков ловили. Ловили на трупах их, ловили. Они ловили их на изнасилованных женщинах. Они ловили их на осверненных детях. Они ловили их за руку при ограблении. И они их ловили, доводили до следствия, до прокурора, до тюрьмы. А теперь они вышли все после войны героями и говорят, «Слышь, мент-козел, а что ты им скажешь, они герои войны? Что бы ты ни сказал, это дискредитация». И им теперь надо кланяться. И эти полиции пойдут против них, против зыков, по второму разу их винтить? Не пойдут. Ну и не пошли. Оль, но получается, что этот бунт все-таки не удался. Что будет дальше? Простите, Путин. Дальше будет еще один бунт. Дальше будет еще один бунт, Пригожинский или какой-то другой. Надо посмотреть. Но и Пригожин себя со счетов не списывал. То есть сказать, что мы видели с вами джентльменское соглашение, когда Лукашенко с одной стороны и губернатор Дюбин, бывший охранник Путина, с другой стороны. Но это анекдот про одесское пароходство. Когда был покрашен корабль цыганским табором, потому что договор был подписан на одесский пароходство с одной стороны, а вот цыганским табором с другой стороны. Есть еще все-таки сторона под названием Пригожин. Я думаю, все три стороны имеют в виду, естественно, только временный отход. Естественно, временный отход. Если бы не удалось договориться с Пригожиным, я думаю, сегодня пролилась бы очень большая кровь ночью сегодня. И это были бы ковровые бомбардировки Пригожинских колонн, которые, я замечу, все время идут в окружение машин мирных граждан. Зачем-то. Дорогие мирные граждане, нафига вы это делаете? Ведите Пригожинские полки, добейте военную технику. Езжайте подальше, замрите в кустах. Что вы там делаете? Люди совсем без башки. Для людей, а что случилось? А что произошло, понимаешь? Бродячий цирк. Нет, это не бродячий цирк. Это ваша смертушка пришла. Я думаю, что это даже не окончание первого сезона, но так мы к нему подходим, к этому первому сезону, потому что, конечно, Пригожин обманет Лукашенко и Пригожин обманет гавринатора Дюмина, равно как и они его. Они сегодня договорились о гарантиях, а завтра их не будет. Они, конечно, завтра не предоставят ему голову Шойгу и Герасиму, безусловно, и все это начнется сначала. Только будет уже другая тактика. А если это будет не Пригожин, то будет новый Пригожин. Могли бы мы сказать еще год назад, что возникнет какой-то там Пригожин, который реально будет угрожать взять Кремль. Да и в страшном сне бы такого не приснилось. Конечно, нет. Появится ли новый Пригожин? Конечно. Может быть, старый Пригожин, а Феликс из Пекла восстанет? Да, конечно, может и восстать. Да. А может быть, он винит на Москву и попутно, например, через Владимир, взвернет Мелехова и еще Навального освободит. А что нет-то? Он же собирался там в зону вскрывать, освобождать. А как вам такой вариант? А ты реально думаешь, что все может повернуться таким образом, что Пригожина не будет теперь отлавливать, влавливать, охотиться за ним, за его головой? Путин должен отравить на него весь свой секретный аппарат. Как это будет потом? Я думаю, я думаю, что мы дофига всего не знаем. Причем не вот в обычном смысле, что когда-нибудь откроют архивы и все такое. Не, не в обычном смысле. Мы никогда не будем, и ни архива, ничего этого в архивах нет. Я думаю, что здесь все сложнее. Пригожина давно-давно мы грохнули. Господи, ты боже мой. Пригожина давно-давно посадили. Тоже мне говна пирога. Почему они этого не делали? Пригожина с Путиным с начала 90-х. Человек, который обслуживал все тайные стрелки питерской мэрии с бандитами, с наборскими, с малышскими. Человек, который уж точно совершенно знает, кто убил, кто любил его Путина в Маневича. Ну, собственно, Путина, думаю, тоже знает. Роспрекрасно. И прочие другие петербургские тайны. И не только петербургские. Можешь вам рассказать, кто и зачем убил мороженым, Личаем, Романа Цепова. Ну, много чего есть рассказать. Откуда у Путина то, откуда это, какие там еще дети, львовницы, неучтенка какая. То есть ты думаешь, что Пригожин где-то что сложил? Сложил в какую-то коробочку и написал, что в случае моей смерти прошу отправить в ГАГу по адресу Международный уголовный суд, Ленинский проспект, дом 3, корпус 4. Ну, как-нибудь так. Я думаю, то же самое есть у Гиркина. Что если голос войдет с моей головы, вот центрально заверенная бумага, кто отдал мне приказ? И пусть по тому же адресу. Что такое мог пообещать Пригожин, чтобы его наемники пошли против Путина? Как он их убедил? Ну, собственно, наемники до сих пор же шли не против Путина, а против Шойгу с Герасимовым все-таки. До самого конца он говорил, что военачальники плохие. Они же там жируют, карманы набиваются, а мы же подаваем сонобью. Все это история известная. И на самом деле я думаю, что этот, так сказать, контингент, ну, мы же с вами смотрим беседы о заключенных военнопленных в Украине, когда они беседуют. И мы публикуем в Руси сидящие, и украинские паблики это все воспроизводят. Ну, вы же видите все эти лица, искаженные интеллектом. И они так далеко не думают. Понимаешь, это же знаменитая фраза Савелия Крамерова, если кто забыл, жентримерных удачи, говорит, для нового поколения. Украл, выпил в тюрьму? Это примерно так оно и есть. Собственно, так оно и есть. При этом украл, выпил – это лайф-вариант. А Пригожин давал и дает людям чувства, которые у них не было никогда в жизни, востребованности, нужности. Вот в чем дело. Потому что оно на самом деле каждому же нужно. А когда человек живет всю жизнь и знает точно, что никому не нужен, человеческий мусор, то он годится только для утилизации, что у него нет ни дома, ни семьи, ни работы, не будет никогда. Его дорога в тюрьму, твой дом – тюрьма. И из этого не вырваться никак. А тут он оказался нужен. Оказывается, у него есть какое-то мужское боевое братство. Оказывается, есть какой-то богатый человек, который его выслушает, который говорит на его языке. И который был таким же, как и он много лет назад. Значит, и я могу. Он дает надежду. Он дает надежду. Как, знаешь, как седой паромщик. Надежду дарит на заре паромщик людям. Вот это Пригожин. Но при всем при этом, мы знаем по сообщениям и украинских источников, и то, что там вот эти так называемые военкоры сообщают, что Чаваков Вагнер просто закидывал трупами украинцев в бахмуте. То есть реально отправляли на мясо всех этих зэков и всех этих добровольцев. Как это коррелирует вот с тем образом такого хорошего своего парня, который он пытается выстроить на паблике. А кто же в этом виноват? Герасимов и Шойгу? Ах, молодец! Бинго! Ну вот. А кто же еще? Он же за пацанов-то всей душой. А там, суки злые, засели-то в Министерстве обороны на Фундовской набережной. Все началось с того, что якобы по подразделениям Вадмира Минобороны нанесло удар, и после этого начался марш справедливости, как я сейчас его назваю. Герасимов, насколько это правдивая, по-твоему, информация? Что-то зэки об этом сообщали тебе в фонд. Ты знаешь, сегодня было очень много информации неправдивой. По крайней мере, то, что мы слышали от зэков. Вот про удар были все сообщения только от Пригожина, только от него, больше ни от кого. Было еще несколько сообщений о бунтах в СИЗО и зонах. Из них три настоящие будут в ИК-2 Ростовской области и два бунта в Москве, в Бутырке и в Воднике. Но при этом, по мере следования Пригожина из Ростова к Москве, мы все время получали из зон разнообразные сведения, я всех закриншотила, по поводу того, что в нашу зону заходили вагнеровцы, охрана разбежалась и сказала, что идемте со мной, все, кто хотят. Но ни одного сообщения не было от наших постоянных корреспондентов. Это были какие-то новые люди. А я сколько раз сталкивалась с тем, что так делали, собственно, вагнеровцы, которые выдавали себя и за женщин, в том числе, за мать погибшего и так далее. Они создают про себя много фейков, они умеют это делать. Поэтому, с одной стороны, сообщения были массовыми, и они типно шли по географии за продвижением Пригожина. С другой стороны, я бы не стала верить ни одному из этих сообщений. Ну, хотя бы, если руководство социологикой, нафига они ему? Нафига ему заключенные, которые, безусловно, не примкнут к нему, а тут же и разбегутся? Ну, что делать человек, который 10 лет сидел в зоне, и вот его дом через дорогу? Да, это же обычные деревенские люди, которые тут же жили. Куда они пойдут? На Москву? Ну, какую Москву? Они к бабке пойдут, на сеновал. Путин подписал закон о возможности досрочного освобождения осужденных после заключения контракта о службе вооруженных силах России. На что Путин рассчитывает, по-твоему, делает? Нет, ну, вообще, Путин сегодня много чего-то подписал, и, если честно, ничего из этого не нового, все это готовилось. Если брать вот эти все законы, которые в последнюю неделю были прокатаны, то я бы, конечно, больше всего обратила бы внимание на закон о возможности мобилизации в армию подозреваемых в нетяжких и средней тяжести преступлениях. Поскольку это, во-первых, означает, что преступниками будут называться люди, в отношении которых не было судебного приговора, они просто с этим заранее соглашаются, то есть «Здравствуй, вот шинские признания в средстве доказательств». Никакого суда не надо, никакого приговора не будет. А во-вторых, что такое преступление в средней тяжести? Это красивый список. Это, например, убийство в состоянии аффекта двух и более человек. Это, например, убийство новорожденного. Это, например, доведение до суммы убийства детей, людей, которые не могут за себя отвечать, двух и более лиц, используемых в служебном положении и так далее, и так далее. Незаконный аборт, который повлек смерть пациентки и все, что связано с медициной, которая влечет за собой смерть. Это грабеж без применения оружия в группе лиц. То есть это довольно тяжкие преступления. Но при этом еще есть такая штука, как переквалификация. То есть, например, ты убил двух человек, как преследователь говорит, «Слушай, ты давай, вали на войну, а то я план не могу выполнить по сбору. Давай я напишу тебе в состоянии аффекта и давай иду». И вот тебе настоящий убийца без всякого аффекта оказывается на свободе. А еще хорошо. Конечно, 228-я статья наша любимая, наркотическая. Там часть первая как раз в средней тяжести. Ты берешь широкий бредень и идешь, ловишь тех, у кого в кармане, я не знаю, коробок травы или, я не знаю, коробок каннабиса, сигарета. Это первая часть. И говоришь, значит так, вот сейчас, значит, это преступление средней тяжести, ты идешь на войну. А если нет, то будет вторая сигарета. Вот и все. Это десяточка. Ну и все. А таких можно найти и 400 тысяч, и 450 тысяч. Как хочешь. Да, Оль, но все-таки жаба или гадюбка? На кого здесь ставить? Я понимаю, что страны, которая была бы нам симпатична, здесь нет. Но тем не менее, за кем сейчас будет последнее слово? Кто будет определять конфигурацию? Путин или Пригожий? А этого пока не знаем. Эта битва окончилась со счетом, ну, вообще так, пока 0,1 в пользу Пригожина. Он показал, что он может это сделать. А Путин показал, что он ничего с этим не может сделать. Пока это счет в пользу Пригожина, как ни странно. Одно то, что он остался жив, показал силу и подарил на встречах выходной, но уже о многом говорит. А еще пришла новость, что товары с символикой Ваднера вновь появились в магазине сетевой торговли Wildberries. Сообщает РИА Новость. И Озон. Озон тоже выкинул. А теперь все. А теперь нет. То есть, получается, может быть, уже 2-0 получается тогда в пользу Пригожина? Нет, ну там, если считать, то можно много чего, много чего насчитать. Ну и плюс ко всему, все-таки Пригожин, конечно же, плотно осваивает свою нишу, освобожденное после Жириновского, естественно, и добавляет туда новых красок, новых тем, доселе неизведанных. Ну и то, что он до сих пор остается жив. Молодец, да? Да, молодец. Вот Минобороны теперь, канал Минобороны пишет про расплоченность и единство, собственно говоря, тоже вроде как уже как будто бы простила и забыла. Милые банят столько тешатся. Все-таки давайте не будем забывать, что у Пригожина и Шагу, например, совместный бизнес, да, все-таки по снабжению армии продуктами и много чего еще другого интересного. Конечно, они непримиримы, но действительно, мы разошлись на титры. Сейчас немножко передохнем, нальем себе винишко, завтра воскресенье, а там... А сколько, ты думаешь, займет эта пауза до второго сезона? Твои ожидания? Я думаю, что нисколько. Я думаю, что нисколько, я думаю, что это очень быстро взорванет. Недели? Недели? Дни? Ну, я думаю, максимум недели. Это пойдет все опять неожиданно. Пригожин не оставит завоеванные высоты. Уж больно они... Уж больно они ему удались. Я думаю, что он будет сейчас за ними любовно ухаживать. Это да. Он каждый день же брал новую высоту. Каждый день взорвался все глубже и глубже. Прыгал все выше и выше. Все яростнее и яростнее. То, что он сказал в своем фильме «В четверг», да, вот в первой серии интервью. Серьезно, видимо, вторую серию. Очень интересно. Это, конечно, уже выдавало в нем человека, который собрался сделать решительный шаг. Да. Спасибо, дорогая Оля. Я думаю, что мы обязательно продолжим этот разговор, потому что продолжим наблюдать и надеюсь, что... Надеюсь, что... Даже не знаю, что надеется, но хочется, конечно, чтобы не пострадали люди, которые ни в чем не виноваты. И чтобы, дорогая певица Валерия бросила уже своего пригожина и перестала мучиться. Сколько же можно. Или сменила фамилию. Спасибо. Снова нашу гену. Давай. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok